18 век, век монархов-реформаторов и просветителей, век научных и технических открытий, век появления университетов и школ. Что же изменилось в образовании 18 века и какие научные открытия были совершены? Кто и что изобретал? Какие новые учебные заведения открылись в России? 18 век внес немало изменений в образование и науку. Можно сказать, что именно в это время зародилась российская наука и связанное с ней бессословное образование. Первые шаги в этом направлении были совершены еще Петром I. Открывались массовые духовные школы, выпускники которых могли стать не только духовными лицами, но и чиновниками, военными и т.д. Впервые появились военные училища, морское и сухопутное. Был издан указ об открытии Академии наук с гимназией и университетом. В дальнейшем, в 1731 году, был открыт сухопутный шляхетский корпус, особых же успехов в развитии образования, достигла при Екатерине II. Впервые появилось женское образование. В 1764 году был издан указ о создании императорского воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге. В годы правления великой императрицы были открыты учебные заведения трех типов – малые, средние и главные народные училища. Учиться в них могли дети всех сословий, им предоставлялись учебники, а уроки вели специально подготовленные учителя. Кроме того, при Екатерине было открыто коммерческое училище для детей-купцов и мещан. В XVIII веке появились и первые художественные учебные заведения – танцевальная школа в Петербурге и балетная школа в Москве. В 1757 году была открыта Академия художеств. Однако доступны они были в основном выходцам из высших сословий, низшие сословия обучались в так называемых школах грамоты, ведомственных или частных школах элементарного обучения или же в большинстве своем оставались неграмотными. Следует остановиться более подробно на высших учебных заведениях XVIII века. Первая из них открылась в 1755 году в Москве по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова, получившего поддержку выдающегося деятеля Елизаветинской эпохи Ивана Ивановича Шувалова. В Московском университете, в отличие от европейских, не было богословского факультета. Студенты обучались юриспруденции, философии и медицине. Обучение велось на русском языке. В качестве подготовительного отделения была создана гимназия, разделенная по сословному принципу. Дворяне более подробно изучали иностранные языки, а разночинцы – технические науки. Вслед за Московским университетом в 1798 году была открыта Медико-хирургическая академия в Петербурге. Будущие художники, скульпторы и архитекторы обучались в Академии художеств, открытой в 1757 году. По всей стране шел поиск талантливых студентов. Большой популярностью среди дворян пользовалось также домашнее образование, главным направлением в котором было изучение иностранных языков, литературы, истории. Получив образование, молодые люди нередко уезжали за границу, где знакомились с традициями и обычаями Европы. Помимо прочего, в XVIII веке началась подготовка профессиональных учительских кадров. При Смольном институте было открыто отделение для мещанских девиц, в котором готовили гувернанток, нянь и экономок. А в 1779 году при разночинной гимназии Московского университета открылась учительская семинария, готовившая учителей начальной школы. Помимо учебных заведений, в XVIII веке открылось немало учреждений науки, первым из которых стала Академия наук, открытая в 1725 году. При ней были организованы обсерватории, физическая и химическая лаборатории, ботанический сад, библиотека, типография. Более десяти лет Академию возглавляла Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, ставшая первой в мире женщиной на таком посту. Ее трудами в Академии были организованы публичные лекции, действовала академическая гимназия, было увеличено число студентов-стипендиатов. В 1783 году, по ее предложению, была учреждена Императорская Российская Академия, где Дашкова заняла пост председателя. Главным достижением Академии было издание толкового словаря русского языка. Также благодаря Дашковой был учрежден переводной департамент, переводивший зарубежное издание на русский язык. Издан журнал-собеседник любителей русского слова. Еще одно знаменитое имя принадлежит Михаилу Васильевичу Ломоносову, русскому энциклопедисту. Он внес большой вклад в развитие русского языка и поэзии. В 1748 году открыл первую химическую лабораторию, сделал фундаментальное открытие в химии, физике, астрономии, геологии, географии, активно участвовал в открытии Московского университета. Кроме того, было положено начало развитию исторической науки. Этот процесс тесно связан с созданием краткого российского летописца Михаила Васильевича Ломоносова, истории российской Василия Никитича Татищева, истории российской с древнейших времен Михаила Михайловича Щербатова. Началось открытие первых музеев. В 1719 году Петром I была открыта кунсткамера, а в 1764 Екатериной II было положено начало Эрмитажа, который открылся для публики в 1852 году. Помимо истории, динамично развивались и естественные науки. Началось активное исследование Дальнего Востока. Степан Петрович Крышениников составил первое описание земли Камчатки. Экспедиция Витуса Беринга достигла пролива между Азией и Америкой, названного впоследствии его именем. В 1768-1774 годах состоялись экспедиции Петера Симона Палоса, Самуила Готлиба-Гмелина, Ивана Ивановича Лепехина для изучения природы, хозяйства и культуры разных регионов России. Георгом Рихманом и Михаилом Ломоносовым проводились опыты по изучению электричества, физических явлений, теплообмена. В XVIII веке появилось множество технических новинок. В 1729 году член Академии наук Андрей Константинович Нартов разработал первый в мире токарно-винторезный станок, а в 1741 году скорострельную батарею из 44 мортир. В 1735 году отец и сын Иван Федорович и Михаил Иванович Моторины отлили самый большой в мире – царь Колокол. В 1763 году теплотехник Иван Иванович Ползунов собрал паровой двигатель, а в 1765 году – первую паровую машину. Во второй половине XVIII века жил и творил знаменитый изобретатель Иван Петрович Кулибин, создавший проект моста через Неву, микроскоп, прототип прожектора, семафорный телеграф и многое другое. Итак, именно XVIII век стал для России веком просвещения, веком открытия новых учебных заведений, развития техники и появления множества изобретений. Ведь «может собственных Платонов и быстрых разумов нефтонов российская земля рождать», – сказал Михаил Ломоносов. Действительно, XVIII столетие стало временем рождения фундаментальной российской науки. IS Again moi I